МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Война началась 41 июня месяца. Мне полных 10 лет не было. У нас было радио, проведенное от соцсети, такой радиопродуктор черный. Были провода, и объявили, что началась война. В первое время люди не переживали, думали, что скоро война кончится, мы немцев победим, и все вернутся. Но, видимо, получилось наоборот. Война затянулась на 4 с лишним года. И вот каждое лето через наш поселок собирали людей и увозили. И вот я помню, как родные, дети, близкие, жены плакали, и провожают своих мужей и братовей, и сыновей. Вот это я хорошо помню. Виктор Черин родился в 1931 году в деревне Леуши Кандинского района. С 1960-го возглавил детско-юношескую спортивную школу Хантамансийска. Почти 20 лет руководил и совмещал должность тренера по лыжным гонкам. За время его работы из стен школы были выпущены олимпийцы Сергей Данч и Юрий Кашкаров. Виктор Черин является почетным жителем города Хантамансийска, отличником физической культуры и спорта, заслуженным деятелем физической культуры Югры и отличником народного просвещения. Награжден шестью государственными медалями, среди которых и награда за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Когда война началась, молодой возраст были призваны в армию на войну. И в колхозе не стало мужчин. И поэтому мы стали уже заменять мужчин, рабочую силу, женщины и подростки. И после этого каждый год я до окончания семи лет, каждое лето работал в колхозе. У нас была одна корова, остальное все разобрали. Значит, картошка, молоко и все. Голодали. Когда ввели карточную систему, всем служащим и рабочим, кроме колхозников, давали карточки. Там по 500 граммов паек был. А колхозникам не давали карточек. А урожай весь, который собирали, отправляли на фронт. И вот, значит, что нам осенью соберет колхоз, нам дадут килограмм 20-30 зерна. Вот, муки не было. И вот у нас в доме жернова были, такие вот, два круга. И вот это мы зерно перекручивали на муку. И вот помню один период, когда уже стало очень тяжело. Тяжело. Мать в колхозе была рыбачка, она выезжала на полмесяца на рыбалку. И мы вот вдвоем уже, брата в армию, добрали в 44-м году вдвоем, с сестрой, китались с картошкой и молоком. Вот по 15 дней хлеба не видели во рту. Приходишь в школу и вот так вот шатают. Наша была 7-летняя школа. Спортзала не было. Уроки физкультуры проходили в коридоре. Строевая подготовка. И вот только единственное, что лапта, русская лапта. Бей, беги. Вот мы на переменах играли в русскую лапту. Мечи сами шили из кожи, набивали войлоком и каждую перемену играли. Лыжи мы сами делали. Из березы строгали болванку. Вот как сами загибали, так же и лыжи загибали. Сами в деревне лыжи. Сами смолили, сами крепления кожаные делали. И ботинок не было, ничего не было. Выстрагивали деревянные подошвы, брали ботинки, сверху, которую кожа сохранила. Вот прибивали, их обшивали и ходили в школу. 15-16 лет я уже стал соображать, что мне в этой деревне оставаться нельзя. Если я останусь, я буду, ну, колхозником, как называют, конюхом рабочим. И вот здесь мы с матерью решили, что я поеду учиться. Я знал, что в Хантамансильске есть педучилище. Когда я закончил уже 7 классов, я решил ехать, поступать. После первого курса педучилища, когда встал я на лыжи, а у нас преподавал физкультуру Боголюф Александр Александрович. Он говорит, ну, как-то покажи мне технику. Ну, я показал. И вот мне, значит, а техники никого не было. Он меня поставил прямо вот так, имитирую технику. Я до сих пор помню. Вот, я самое, на одном месте имитировал. Ну, а потом пошло, пошло, потому что физически я был, ну, подготовлен. Раз в хохозе работал, там приходилось все. И навоз возить, и, самое, пахать на лошадях. И снопы возить. Ну, и там мне технику поставил, и я пошел. Уже на втором курсе я, мы в педучилище выиграли. Там, я за сафету, открытие города. Потом, значит, я попал в сборную города. Виктор Яковлевич Басмакул. Это был уникальный человек с моей стороны. Я так и назвал его. Уникальный человек. Он тогда был лидером у нас в округе по лыжным гонкам. С одной рукой всех обгонял. И вот в 50-м году, как-то неудобно мне говорить, но получилось так, что я показал на дистанции лучший результат, чем он. И меня взяли в сборную округа. Ехать в Тюмень. После этого, значит, когда я закончил педучилище, здесь я познакомился с Киселевым Виталием Александровичем. Он 26-го года рождения. Вот мы с ним познакомились. Он был тоже спортивный человек. В 59-м году открыл спортивную школу. Мы с ним списались, созвонились. Он говорит, Виктор Ильич говорит, приезжая в спортивную школу тренером. И он тут поработал немножко, а в августе уже он уезжает в Кемерово. И меня временно назначает директором спортивной школы. В 60-м году, в сентябре, потому что учебный год, зав. Горану издал приказ, чтобы меня назначили директором. Когда началась осень, когда я это все принял, у нас было, значит, я, директор, завхоз был и три тренера. Вот и штат был, спортивная школа. Ребят, желающих было много. Очень много. А базы не было никакой. Нам потом самое Горану купило дом не застроенный, по Патрису Лумумбы. Для этого не хватало здания, значит, я что, распределил тренеров по школам. Вот, допустим, у меня была школа номер один. Я имел право только там набирать. У Чусовити на школу номер два было, Геннадий Михайлович. Там Куклин была школа номер восемь. Власов Александрович, школа номер четыре. Вот так у меня все тренера были распределены по школам, потому что у нас негде было базироваться. Самое основное развитие школы, это когда соревнования были на приз Большой Тюменской нефти, когда Николай Шабанов выполнил мастер спорта. Вот тогда развитие было, и желание было. Мы потом и выиграли, и область выиграли нашим Шабанов. Братья Захарова были у нас, Косаров был, там Путилов был, Петров. Ну, команда приличная была. Вот здесь у нас был самый, я помню, пик. Я вот был директором, тренировал, и сам занимался спортом, лыжами. Вот, и баскетбол, волейбол играл, за учреждения, и все. А образования нет. Тогда я понял, что надо без образования, мне дальше дороги не будет, потому что требования высокие. Я поступил в Омский институт физкультуры. Техники не было никакой. Даже буранов в то время не было их. Все готовили сами. С соревнованием готовимся. Берем лыжню в четыре. Остаемся центрально, лыжня. Один слева идет, другой справа. И топчем для палок. Для палок топчем. И так мы готовили трассы для крупных соревнований. А трассы какие были? Не то, что сейчас пятерка, тройка. 15 километров у нас был один круг. И мы его топтали. Лес, все вырубали сами. Здесь кустарник, все за мной. Никого не нанимали. Ну и такие моменты очень хорошие. Такой же год я проводил лагерь. Не в городе, а именно в выездной и палаточной. Мы были в Сингалах, мы были в Верках, были в Шапше. И мне кажется, вот этот лагерь, он сплачивал детей. И их там узнавали друг друга приятно. Кто чем-то, как говорится, дышит. У нас в округе таких многих видов спорта, которые сейчас развиваются, не было. Потому что не было мы базы. Сейчас у нас все условия для спорта. Раньше были, ну что, стадион и вот лыжная трасса. Все, спортивный зал еще. Но желание у детей было хорошее. Я скажу, что у нас даже в спортивной школе, когда я первые годы работал, отбоя не было, чтобы взяться в спортивную школу. Все хотели заниматься. Но сейчас прошло время, конечно, все же, как говорится, движется вперед такая. Сейчас у нас трасса, такие спортивные залы, комплексы. То есть все условия, только было бы желание. С одной стороны, это хорошо, что дети по желанию выбирают. Но опять, это зависит от характера ребенка. И от его воли, какой он вид любит. В детстве они многие виды перебирают. И только когда уже становятся более-менее взрослыми, 15-17, тогда они уже выбирают вид, тот, который они любят и который им подходит, как говорится, по физической возможности и так далее. То есть специализация идет. Ну, вообще, в то время, как сейчас какая лыжная база у нас, ну, вроде, понимаете, я не думал, что будет такая лыжная база. Хотя в 80-м году я этот проект, который сейчас лыжная база, я в Сургуте ездил, его защищал. Не то, что защищал, а брал и привез обратно. Здесь лыжную базу построили. И она при мне начала строиться, эта лыжная база. То есть условия очень хорошие. И возможности хорошие у детей. Лишь бы было у них желание. Ну, я в общественный совет вхожу в город. В 17 лет я еще проработал с ветеранами. У нас команда хорошая была, вы знаете. Создали такой актив, коллектив. На всех соревнованиях городских без ветеранов не проходили городские соревнования. Наши ветераны всегда участвовали. И сейчас участвуют. Мы же в округе занимали призовые места со временем. Сейчас я не выступаю, но время зимой гуляю на лыжах. Последний раз мне было 81 год. Я выступал за ветеранов на пружины соревнований в Сургуте. И сейчас я все время двигаюсь. В Спартаке я не участвую таким видом, которых я могу. Ну вот, лыжи, стрельба, настольный теннис, шахматы, шашки, дарс. Ну, я в жизни считаю, что я достиг своей цели. Что я получил, что я стремился, что получил образование. И образование, и работал на той работе, которую я любил и люблю. То есть связан со спортом в своей жизни. Ну, а в спорте я вообще-то, у меня стаж общий 54 года, не считая армии. В основном это все в спорте. Самый праздник – это День Победы. Я помню, в Леуша была трибунка небольшая. Нас утром собрали, 9 часов, ветер такой нагрел. И объявили, что закончилась война. Это 9 мая. День Победы.